Детей с аутизмом родители ведут к психологу. Чем психолог может помочь? Аутизм и любые заболевания подобного типа, это все относится к области неврологии, то есть это не психология. По этой причине помочь психолог, скорее всего, не сможет. Что он сможет? Он сможет поставить диагноз, то есть он сможет определить, что у ребенка отставание в развитии, какое именно, насколько тяжелое. Он сможет протестировать ребенка, показавший в каких областях именно отставание, насколько тяжело. То есть, скажем, если ребенок в 6 лет имеет развитие на полтора года, то психолог это все, конечно, скажет. Что еще может сделать психолог? Ну, я смотрю, скажем так, определение психолога, оно тоже разное между разными странами. То есть, например, то, что психолог делает в Израиле и то, что психолог делает в Азербайджане, это две разные вещи. Здесь психолог, скорее, работает как дефектолог. Здесь он так работает, и в Израиле? Нет, здесь в Израиле как раз психолог это психолог. Психолог работает как дефектолог. А здесь он у вас работает больше как дефектолог, то есть, в принципе, он старается научить ребенка чему-то. То есть, ребенок, например, не может одеваться, ребенок не может ходить в туалет, там, ребенок не может делать простые какие-то вещи. В общем, психолог пытается это как-то компенсировать, то есть пытается научить. В чем проблема с такими детьми? В том, что из-за повреждения центральной нервной системы таких детей очень часто просто невозможно научить вот этим важным вещам. То есть ребенок, у которого есть серьезные нарушения моторики, нарушения, скажем, зрения, нарушения, еще там куча всего, он просто не понимает, чего от него хотят. То есть он не понимает, что такое ходить в туалет, он не понимает, что такое одеваться, он не понимает, зачем вообще нужно держать карандаш. И поэтому возможности психолога в этом плане сильно ограничены. И вот тут я должна сказать, что главное то, что мы делаем, мы делаем ребенка обучаемым. То есть после нашей терапии ребенок начинает понимать, чего от него хотят. Они начинают понимать речи, они начинают понимать команды, они начинают сами обращать внимание, что происходит. Собственно, в процессе курса терапии многие дети начинают разговаривать прямо у нас там. В общем, короче, уже, скажем так, другим специалистам есть что делать. Именно вот ради этого мы имеем тоже психолога, мы имеем музыкального терапевта, мы имеем вот Елену. Елену, именно для того, чтобы можно было сразу же, как только ребенок начинает что-то понимать, что-то соображать и воспринимать, чтобы сразу с ним занимались. У нас тут появилась идея, есть очень много, как бы не только детей с проблемами такого типа, но и взрослых. И мы постоянно получаем обращения от взрослых, и, в общем, те взрослые, которые уже сумели попасть к нам на терапию, они уже, так сказать, видят свои результаты. И мы просто видим, что спрос очень большой. Поэтому я надеюсь, что мы здесь сможем расшириться и помочь большему количеству людей. Прикольно. Продолжение следует... Продолжение следует...